Десятиклассница Вика Сухорукова в этой жизни успевает всё. Она президент городского союза старшеклассников «Статус», участница хореографического коллектива «Задоринки» и группы поддержки ХК «Саров». В новом сезоне Вика стала частью команды начинающих тележурналистов и приняла участие в создании первого выпуска нового сезона программы «Наше время». Об этом проекте я узнала от своих друзей. Они участвовали в нём в прошлом году, и им очень сильно понравилось. Они рассказывали мне с интересом о том, как они снимались, как они брали интервью. Вообще всё это происходило, и я настолько этим заинтересовалась, что решила тоже попробовать. В первом выпуске нового сезона проекта «Наше время» юные журналисты порассуждают о школьной форме, расскажут о том, как прошёл финал интеллектуального марафона во дворце детского творчества и побывают на тренировке хоккейного клуба «Саров». В будущем я хотела бы попробовать себя в работе на телевидении. И я считаю, что работа на канале 16 в этом проекте – это бесценный опыт, это работа с камерой, это знакомство с новыми людьми. Я узнала множество всего, как работает оператор, как работают журналисты в принципе. Даша Копкина тоже уверенно чувствует себя в кадре. Её не пугает яркий студийный свет. Она знает, как работать на камеру и читать текст суфлёра. Даша – участница проекта школы «Росатом» «Атом-ТВ», в рамках которого начинающие журналисты участвуют в создании сюжетов об интересных событиях в городах присутствия госкорпорации. Стать частью команды создателей программы «Наше время» – для неё отличная возможность поднабраться опыта в любимом деле. А как ещё пробовать себя в маленьком городе, если ты хочешь стать журналистом, и кто-то не хочет исти блог, кто-то хочет именно по телевизору себя показывать. Ну, значит, нужны такие проекты. В новом сезоне программа «Наше время» будет выходить в эфир канала «16» по воскресеньям в 8 часов вечера. Первый выпуск смотрите уже 11 ноября. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.